Предлагается почтить память всех, кто погиб в Крокс-Сити. Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий, который мы установили на смертную казнь в 1996 году в связи с вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих нелюдей-отморозков иной меры наказания, как смертная казнь. Ничего другого. Да, вы знаете, данные социологии, которая проводилась до начала СВО, 69% наших граждан выступает в возвращении смертной казни. Да, сегодня, конечно, перехлёстывают эмоции. Да, пепел Крокус-Холла стучат в наши сердца. Но давайте мы действительно спросим народ. Потому что только народ может либо сказать «да», и тогда и Конституционный суд ничего сделать не сможет, и мы тогда примем непосредственное решение. ...этот вопрос, насколько я знаю, у нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов. Достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда. И решение надо принимать, безусловно, на холодную гору и просчитывать все последствия. Но, учитывая, что сейчас эта тема обсуждается, нам, как законодателям, надо проинформировать своих избирателей, от кого зависит принятие решения. Все законы приняты, нормы, соответствующие, есть в нашем законодательстве. На сегодняшний день действует решение Конституционного суда, которое откладывает реализацию этих норм. Павел Владимирович, мы тут говорим не о нашей личной позиции, а о том, что есть принятое решение. Вашу личную позицию мы знаем, но мы исходим из того, что раз руководители фракции внесли на обсуждение данный вопрос Государственной Думы, мы должны исходить из того, что нам надо проанализировать все принятые решения, а так как законодателям они приняты и зафиксированы и в Конституции, а это выбор наших граждан и в уголовном праве, речь идет о решении, которое отсрочило реализацию этих норм. Решение Конституционного суда, вы правильно говорите, оно принято в исполнении международных обязательств перед Советом Европы. Мы с вами вышли из Совета Европы, так? Так. Поэтому эта тема требует обсуждения. Пожалуйста, коллега Синельщиков. Уважаемые коллеги, если говорить совсем коротко, то никакого моратория на применение смертной казни на сегодня у нас нет. Существовал действительно такой мораторий, который Конституционный суд вынес в своем постановлении, и в этом постановлении говорилось, в постановлении Конституционного суда 99-го года, в нем говорилось о том, что мораторий накладывается, запрещается применение смертной казни до тех пор, покуда не будет введен суд присяжных во всех субъектах. Но суды присяжных образованы во всех субъектах. Там есть еще решение Конституционного суда 2009-го года, насколько я знаю. Вот о нем, скорее всего, нам надо говорить. Извините, пожалуйста. Микрофон включите, пожалуйста. Определение Конституционного суда от 2009-го года, это определение, оно никакой нагрузки не несет, там лишь декларации, оно ничего не приостанавливает. А то постановление, которое было от 1999-го года, оно, конечно, приостанавливало. Но оно теперь не действует, потому что нет моратория. Нет моратория. И об этом, что называется, и говорить нечего. Конституционный суд не вынес решение о том, чтобы признать неконституционными статьи Уголовного кодекса. Уголовный кодекс по существу является действующей нормой. И в общей части, и в пяти статьях особенной части, говорится о возможности применения смертной казни. Поэтому на сегодня, собственно говоря, если говорить о том, что надо делать, надо обратиться в Государственную Думу к президенту с тем, чтобы закон им выполнялся, и чтобы смертная казнь, так сказать, применялась, коль скоро это в законе есть. Вот и все. Спасибо. Уважаемые коллеги, достаточно.